Нашей российской корове в конце промозглой осени показали через VR-очки, очки виртуальной реальности, зеленое летнее поле, чтобы она подумала, что находится на чарующем пастбище с травкой, цветочками и коровьими лепешками, а не в стойле. Такой гуманный эксперимент с доверчивыми животными проведен в одном из хозяйств Подмосковья. Как сообщает сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, таким способом совместно сайте специалистами изучается влияние виртуальной реальности на производительность коровьего стада. Похоже, после сеанса среди коров был произведен опрос, иначе откуда же известно, что произошло повышение общего эмоционального настроя стада. Впрочем, об этом можно и догадаться, не мясокомбинат же коровам показали. В сообщении сельскохозяйственного ведомства не сказано, что происходило на ферме, да и после сеанса с очками. Не исключено, что до того на ферме играл скрипичный квартет, а после перед коровами выступил кларнетист в сопровождении фортепиано. Хотя это вряд ли, пока ограничились техническими средствами. Как сообщается, подмосковные производители устанавливают звуковое оборудование для трансляции классической музыки, они считают, что расслабляющий эффект от нее положительно влияет на молокоотдачу. С музыкой понятно давно. А благотворное влияние VR-очков на результаты вечерней дойки еще ждет своего подтверждения. При сохранении положительной динамики наблюдений, говорится на том же сайте областного Минсельхоза, разработчики намерены масштабировать проект и модернизировать отечественную сферу молочного производства. Конечно, масштабировать. Страна заслужила интеллигентную корову в очках и шляпе. И не зря когда-то писал журнал «Крокодил» о соревновании наших колхозников с американскими фермерами. Держись, корова, из штата Айова. Мало того, надо смелее внедрять новые технологии в другие отрасли животноводства. Например, для повышения настроения свиней научиться метать перед ними виртуальный бисер, а кроликам вешать на уши виртуальную лапшу. Немного удивляет другое. К чему тратятся на какие-то непонятные дояркам вирочки? Ведь средства для создания благополучной и умиротворяющей картинки давно имеются. Это проверенный годами телевизор. Он надежно отвлек бы любую корову от полупустой кормушки и обеспечил бы отмеченное в подмосковном эксперименте снижение тревожности. Да повесьте вы в стоиле телеэкран, покажите коровам альпийские луга с бегущей строкой, что это снято в Тамбовской области. Расскажите им, что на Украине коровам жрать нечего, а в Сирии их дует под автоматными прицелами террористов, и они не то что молока, навозы станут больше давать. Ну а самое простое, нельзя ли усовершенствовать методику подсчета молока в стране? Подсказкой тут может послужить обычный пакет молока из гастронома. Вы берете его в магазине и думаете, что купили литр. Но как бы не так. 900 миллилитров вы купили, если не 850. Об этом написано на пакете честно, хотя и очень мелко. Ну а кто не видит такой мелкий шрифт, пусть наденет VR-очки. Продолжение следует...